Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент-Центр. Сегодня у нас в виде обзоре набор инструментов от очень известной фирмы. Это ЯТА у нас сегодня. 108-й набор инструментов. На 108 единиц код товара UT38791. Набор состоящий из 108 элементов. Два рабочих квадрата. 1,4 дюйма и 1,2 дюйма. Что оставляет ЯТА? Ну, ЯТА вы можете много прочитать в интернете. Это очень популярная фирма, очень популярный инструмент. Фирма самая польская. Инструменты затариваются, скорее всего, на острове Тайвань. Ну, на упаковке указывается больше все. Это адрес из затарления Польши. Поставляется набор стандартной картоновой упаковки. Здесь картон плотный, то есть действительно картон, не бумага. Хорошая полиграфия. Указывается хромово-надевая сталь, материал затарления. И указывается, что используется еще хромо-лебденовая сталь. Но это, скорее всего, вот такой вот Т-образный вороток. Самый набалдажник этот, он черного цвета. Это хромо-лебденовая сталь. То есть усиленный. И с обратной стороны комплектация данного набора. Сейчас мы посмотрим поближе. Начнем с трещоток. Две трещотки. Одна вторая дюйма. Большая трещотка. Одна четвертая. Поменьше. Трещотки, видите, изогнутые. Непрямые идут. Трещотки на 72 зуба. Это мелкий шаг. Реверс есть. Быстрый сброс и удержание головки. Нажали кнопку, сняли быстро. Трещотки разборные. Один винт снизу, два винта сверху. То есть можно обслужить внутри и смазать механизм сам. Рукоятки здесь. Пластик и обрезиненный пластик, можно так сказать. Потому что белая линия, это у нас пластик. Черно-красные. Мягкий материал. Не мягкий, но слышно, что пластик сверху покрыт. Слои резины, обрезиненный. На инструменте ЯТА есть номер по каталогу. То есть по этому номеру в каталоге ЯТА вы можете найти, допустим, данную трещоту. Весь профессиональный инструмент, независимо от ЯТА, Форс, Топ Тул, имеет свои каталоги. В электронном виде, в бумажном виде. И каждая единица инструмента имеет свой номер. То есть это означает, сказать можно так, что это не однодневная фирма. Длина трещотки под одну вторую дюйма 260 мм. Под одну четвертую 155 мм. Т, отверточная рукоятка. Есть подсоединительный квадрат сверху. Вы можете подсоединить или трещотку, или вороток сюда. Ручка здесь полностью из пластика. Применять вы можете или с головками под одну четвертую, или подсоединять сюда биты. Получаем отвертку, или через удлинитель. Масса вариантов, в зависимости от работ, которые вы будете проводить. Две свечные головки 16 и 21 мм. Внутри есть резиновые вставки. Два шарнирных кардана. Одна четвертая дюйма и одна вторая. Карданы скреплены металлическими вставками. Здесь очень все хорошо, качественно сделано. Поэтому карданы выдерживают нагрузки. Удлинители. Под одну вторую у нас два удлинителя. 250 мм длины. 125 мм. Под одну четвертую также два удлинителя. 50 мм и 100 мм. Удлинитель 250 мм также служит как Т-образный вороток. С помощью такого адаптера вбивайте адаптер и получайте Т-образный вороток. Адаптер также можете использовать для перехода с квадрата 3,8 дюйма на одну вторую. Только у вас есть дополнительно инструмент 3,8. Набор Г-образных ключей. Три ключа. Адаптер под бит. Одна вторая дюйма. Не вставляйте в него нужную биту. Вороток или удлинитель. По битам я чуть дальше расскажу. Здесь большой набор бит. Под одну вторую дюйма бит используется вот с таким адаптером. Теперь головки. В наборе шестигранный профиль. Головки короткие. Есть длинные. И головки торкс. Под одну вторую дюйма. У нас 17 головок. Самый маленький размер головок это 10. Самая большая 32 миллиметра. Вес головки 32 миллиметра. 205 грамм. Под одну четвертую у нас 13 головок. Самая маленькая у нас на 4 миллиметра. И самая большая на 14. Головки торкс. 13 штук. Самая маленькая у нас E4 торкс звездочка. Самая большая E24. Головки длинные. 13 штук. Самая маленькая на 6. И самая большая 22 миллиметра. Теперь биты. Биты у нас здесь идут по 2 квадрата. Нижний ряд это 1,2 дюйма. Которые идут с адаптером. То есть вставляете нужную биту в адаптер. Верхний ряд это биты уже с адаптером впрессованные. Под одну четвертую квадрат. Все биты в наборе. Здесь хорошо видно крупные буквы. Подписаны согласно ячеек. Если допустим это бита Т50. На пластике написано Т50. И в этой ячейке лежит бита Т50. Также головки очень хорошо промаркированы. Сразу видно где такая головка лежит. На пластике есть обозначение. По профилям биты торксы. Шлицевые, крестовые, шестигранники. И также внизу торксы, шестигранные биты. Шлицевые и крестовые. На битах также есть надпись ЯТА. То есть это тоже обозначение того, что инструмент профессиональный. В непрофессиональном инструменте обычно нету ни надписи, ни номеров по каталогу. То есть здесь видно, что фирма профессиональная и не один день уже на рынке. То есть не один год, можно так сказать. В верхней части Т-образный вороток. Под одну четвертую, под одну вторую я уже показывал. Здесь отличается чем Т-образный вороток от других наборов инструмента на 108 единиц. Обычно в наборе идет вороток длиной 11 сантиметров. В данном наборе Т-образный вороток идет длинный 15 сантиметров. Это, наверное, и удобней просто. Больше в речах. Сама головка хромо-лигденовая ста черного цвета. Инструмент имеет хорошее сочетание цены и качества. Все хорошо отлито. Нет сколов, цветов от литья. Цена инструмента идет демократичной. Если вы хотите профессиональный набор инструмента, то советуем, конечно, присмотреться к фирме ЯТО. То есть хорошее сочетание цены и качества. По кейсу. Кейс состоит из двух частей. Сам он пластиковый, черного цвета. Соединяется металлическим штырем. Сами зависты, которые держат две крышки, они пластиковые. Внутри идет металлический стержень. Замки закрывания пластиковые. Но здесь пластик качественный. То есть, если не брать целенаправленно, а не выламывать их, тоже прослужат долго. Кстати, они съемные. Можно их заменить. Штыри, которые держат замки, также идут металлические. Материал затовления, кромбонадивая сталь. Весь инструмент имеет матовое защитное покрытие. За исключением головок, где идет верхняя часть глянцевая, а нижняя идет часть матовая. По надписям на головках, спрашивают, очень много ята написано. Код по каталогу данной головки. Цервая, кромбонадивая сталь, 32 мм размер. Такая вот подушка, которая ложится между крышками, чтобы инструмент хорошо держался во время перевозки и не гремел. То есть, она тоже такая не тоненькая идет. Так, теперь кейс. В кейсе у нас ширина кейса 38, длина 28, высота 10 см, вес 7,5 кг. На верхней крышке, здесь даже не надпись, а прямо выбито в самом кейсе, ята и номер данного набора. Покатала. Вот замки. Все отлично закрывается. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и получайте хорошие скидки в нашем интернет-магазине. Спасибо, до свидания.